Птица в городе С одной стороны, это такой объект, который все видят, и даже если не обращают в него внимания, то он все равно всегда рядом с вами, и зимой, и летом, а уж про весну я не говорю. С другой стороны, они довольно разнообразны, и на примере птиц, живущих в городе, мы как раз можем пообсуждать какие-то вопросы, связанные с экологией. Экологией или взаимоотношением животных между собой, с другими животными, с растительностью, как это все вместе называют, с биотической и абиотической средой. Значит, климат, погода, геология. Геологию мы с вами обсуждать сегодня не станем, но город это действительно специфическое очень место, которое человек сам изменил, который сделал эту территорию похожим, ну может быть, на какой-то скальный ландшафт, потому что понятно, что каменных домов, по крайней мере, в Москве очень много. Но на этой территории остались те птицы, которые жили здесь и до человека, которые используют остатки природных, ну или лучше говорить, измененных мест обитаний. И поскольку птиц в городе действительно много, то мы можем увидеть целый ряд адаптаций, целый ряд примеров того, кто насколько к этому новому для них, исторически новому предмету приспособился. Потому что города, понятно, возникли относительно недавно, крупные города, совсем недавно, с точки зрения эволюции, с точки зрения истории существования современных видов птиц, это, конечно, очень краткие периоды, поэтому мы наверняка можем сказать, что мы не видим каких-то очень глубоких приспособлений. Мы видим птиц, которые в разной степени начинают адаптироваться, начинают привыкать к жизни вот в таких искусственно созданных условиях. Мы знаем о птицах нашего города, достаточно много, город у нас большой, почти 40 километров с севера на юг, почти 35 с запада на восток. На его территории много зелени, мы можем расстраиваться от того, что в центре города много вот таких каменных мешков, как их называют, да, или мест, где очень немного растений. Но вообще, если посмотреть на карту, мы видим, что особенно по периферии города находятся достаточно большие участки, зеленые, до сих пор зеленые, и это очень здорово. В этом смысле Москва не самый плохой город. И эти зеленые острова, это действительно острова, в них живут те птицы, которые, может быть, с городом и не связаны. Мы про это еще позже немножко поговорим. Ну и действительно мы знаем птиц Москвы достаточно хорошо. Тут я несколько минут посвящу тому, что вообще во многих странах мира, а уж особенно в европейских, в Северной Америке, в Австралии, очень много так называемых бедвёчеров. Это английское слово, которое никак не удается хорошо перевести на русский язык. Это любители наблюдать за птицами. Многие из них называются любителями, но на самом деле прекрасно знают птиц, прекрасно знают их голоса, повадки. Иногда, даже могу сказать, что лучше некоторых ученых, потому что ученые могут концентрироваться на одном каком-то достаточно узком вопросе и не обращать внимания на окружающее. А вот любители птиц – это обычные люди, которые хорошо знают общий фон, которые интересно, или пофотографировать птиц, и тогда они очень хорошо знают свой объект, знают, как к нему подкрасться, знают его привычки, или, как у нас шутят, привычки и непривычки. И в итоге такие вот объединения любителей птиц и в Великобритании, и в Голландии, и во многих странах Европы делают очень большой, существенный вклад в науку, орнитологию, в знания о птицах. И вы понимаете, что если одновременно 20, 30, 100, 200 человек, а иногда счет идет на тысячи и десятки тысяч, занимаются каким-то вопросом, то они могут собрать такую информацию, которую один, даже выдающийся орнитолог, никогда не соберет просто из-за затрат времени и сил. И вот у нас в Москве образовался такой клуб, ему примерно 15 лет, называется он, как-то, может быть, не очень красиво, называется «Программа Птицы Москвы и Подмосковья». Не очень удачное название для клуба, но вот так исторически сложилось. Он объединяет людей, которым интересно посмотреть на птиц. Сначала это просто действительно было такое собрание людей, которые обмениваются информацией. Я вчера видел Чижика, это прекрасно. Потом это все систематизируется, делаются отчеты каждого, каждогодние, ежегодные, в которых собирается вся информация о птицах наших окрестностей, и Москвы, и Московской области, и соседних областей уже теперь. И в итоге мы действительно имеем очень большой запас данных о этих птицах. И если говорить о птицах Москвы, то за последние примерно 7-8 лет был сделан такой атлас птицы Москвы, птиц города Москвы, атлас в том смысле, что на нем есть все карты, и на этих картах все встречи птиц во всех квадратиках. Вот так вот Москву поделили на квадратики для того, чтобы каждый из них обследовать обязательно. Это гарантия того, чтобы всю территорию осмотрели. Ну и какие-то птицы у нас, конечно, редкие и встречаются совсем в небольшом количестве, а какие-то достаточно обычные и заливают почти всю территорию. И вот здесь в атласе собраны сведения о всех 226 видах птиц, которых в течение 6 лет примерно 300 человек в Москве насчитали. Некоторые появлялись один раз, некоторые появились здесь впервые, мы даже про них и не догадывались, что они здесь могут быть. Новые виды время от времени находятся, и для любителей птиц это такой отдельный, ну, я бы сказал, спорт. Это может быть не совсем наука, потому что мы знаем, что птицы перемещаются очень широко, и всегда есть риск того, что у них сломался компас, и они прилетели не туда, куда собирались, или их ветром занесло сюда, или какие-то еще причины. Неизвестные обычно ученым. Это мы останем в стране, хотя это очень интересная, очень такая увлекательная область, я бы даже сказал немножко спортивная, и есть даже такой термин – спортивная орнитология. Кто больше птиц найдет за заданный период времени или на заданной территории. Но мы сейчас не будем с вами увлекаться вот этой спортивной стороной, а мы все-таки поговорим о том, что птицы в городе – это, ну, знаете, такой большой эксперимент, который человек проводит по неволе, создав новую среду обитания, которая отличается от исходной. И с моей точки зрения, одно из самых интересных в этом случае – посмотреть, как какие птицы могут модифицировать свое поведение, свои, значит, кормовые повадки. Даже гнездование может меняться, а гнезда для птиц – это действительно очень важный момент. Размножение, не сами гнезда, да, процесс размножения, как и для всех животных, он, конечно, ключевой. В это время птицы демонстрируют свои наиболее хорошо отточенные за много миллионов лет адаптации к быстрому сбору корма, потому что надо кормить много птенцов, к тому, чтобы спрятать гнездо от хищников, потому что, естественно, в это время птицы наиболее беззащитны, они могут летать куда угодно, но гнездо всегда на одном месте, стационарно, и это место постепенно хищниками простреливается. Про это тоже сейчас еще поговорим. Короче говоря, мне кажется, что это просто такое золотое дно для человека, для людей, для студентов, которые хотят что-то узнать новое о птицах для себя и сделать что-то новое для науки, потому что кажется, что объект очень привычный, кажется, что мы видим его каждый день, но одно дело просто отметить при себя, что я шел к остановке и увидел воробья, а другое дело разобраться, а что он здесь делает, а как они здесь обустраиваются, гнездятся они все вместе колонии или поодиночке, как это связано с его жизнью вне города, какие у него есть родственники, которые в городе не живут и демонстрируют что-то совершенно другое. Вот очень простой вопрос для любого из наших зрителей. Воробьи наши домовые поют или нет? И не думайте, пожалуйста, что я вам сейчас расскажу про эту целую историю, я тоже не знаю. Потому что трактовать поведение и птиц, да и вообще животных довольно сложно. Надо изобрести свой специальный язык. Надо каким-то образом догадаться, как они реагируют на эти сигналы. Иногда это довольно просто. Сигнал тревоги – это вещь отточенная, обязательная, она в общем просто влияет прямо на выживание. И здесь рефлексы работают очень четко. А вот бормотание семениц, которое мы слышим каждый день, не задумываясь об этом, это что? Это просто разговор, это показатель нервного напряжения. Это какие-то действительно сигналы, которые мы можем трактовать по-своему и знать, что вот это слово значит одно, а это другое. Но, скорее всего, нет. Уже показано, что язык птиц, конечно, не так организован, как у нас. Там многое зависит от гормонов, настроения. И углубляться в эту область – это отдельная лекция, наверное, должна быть. Но мы даже на этом простом примере можем отметить для себя очень важную вещь. Если нам интересно, что происходит вокруг, если мы начинаем погружаться в эти вопросы, то сначала количество этих вопросов растет. Нам оказывается непонятным одно, другое, третье. И только потом мы начинаем разбираться с этими вопросами, и что-то, наконец, становится ясно. А, этот вопросик мы закрыли, здесь мы крестик поставили. Ну, впрочем, у настоящих ученых из каждого такого крестика вырастают еще два или три новых интересных вопроса. Это очень увлекательное дело. Тут главное сделать первый шаг, зацепиться когатком, что называется. И дальше, если вы действительно человек интересующийся, если вы готовы как-то разгадывать какие-то загадки, то это занятие вполне для вас. Тут и надо свои какие-то таланты проявлять. Ну, просто подкрасываться к птице и внимательно за ней посмотреть, чтобы она вас не боялась. Попробуйте. Получится не сразу. Надо как-то их различать. Есть и даже в Москве птицы, которых довольно сложно определять. Тут нужно некоторое искусство. Тут нужно некоторое искусство знания голосов. И опытный орнитолог, в общем, может выходить в лес, в поле без бинокля. Ему достаточно двух-трех чириканья. А, ну, это понятно, это белая трясогуска. О, чечевица, спела где-то в километре. Это набирается довольно быстро. Вот тут тоже очень приятный момент, который нельзя пропустить. Вот эти навыки, вот это знание птиц, это не что-то, что надо изучать в течение семи лет в университете, потом в аспирантуре. Если человеку интересно, он довольно быстро это все разучивает. Именно поэтому в мире масса орнитологов, которые не имеют каких-то корочек, как это написано, орнитологов. Нет, это могут быть работники банка, медики. В общем, кто угодно. И они не только следят за птицами, они и собирают научную информацию, и книги издают. И некоторые очень важные для мировой орнитологии издания, в том числе многотомное собрание птиц мира, вот организатор этого проекта, врач из Барселоны, который просто очень увлекся наблюдением за птицами. То есть тут можно расти совершенно не по дням и по часам. Я не призываю никого ничего не читать и ничему не учиться. Нет, ни в коем случае. Просто я хочу отметить, что здесь нет чего-то закрытого для, так сказать, простого человека. Потому что это как простой человек, мы не будем обсуждать сейчас. Но понятно, что если вам интересно, этого достаточно. Вы довольно быстро узнаете довольно много.